Столы ломятся от обилия угощений. Грузинский пиломуш, русские блины, японские суши, украинское сало, армянская долма. Всё можно было не только посмотреть, но и, конечно, попробовать. Фестиваль национальных культур «Мы едины» объединил все классы 53-й Адлерской школы. Ни в коем случае не соревнуемся в том, какая национальность лучше, какая ярче или менее яркая. Мы пытаемся таким образом объединить, воспитать толерантность в детях, чтобы они изучили более подробно национальности и культуры разных народов. Каждый по выбору представил народы, проживающие в Сочи и на Кавказе. И не только. На стендах культура, быт, костюмы и кухня разных стран – Япония, Узбекистан, Турция, а ещё российских регионов – Карелия или Чукотка. Ученики 6-го В. сами шили костюмы, изучали чуждые сочинцам традиции. Мы очень долго готовились к этому фестивалю. Мы подготавливали танец, подготавливали разные блюда. Они едят и сырую рыбу, также они её не жарят. Кита, оленину. Ведь у нас это не принято. В подготовку большой этноярмарки были вовлечены все школьники, их родители, учителя. Взрослые готовили угощения, дети, песни и танцы. В 53-й школе учатся дети 50 национальностей. Всего же в Сочи проживают представители более сотни этносов. Как бабушка. Я очень рада, что такие праздники проводятся. Чтобы дети знали не только свою нацию, чтобы дети знали другие нации, народности, страны, мир, города. Да, ведь мы не можем себе позволить, допустим, поехать во все страны мира. А тут вроде бы как по пять минут побывал в каждой стране. Увлекательное культурное и гастрономическое путешествие по странам мира и регионам России. Такой формат, говорят, в школе работает лучше, чем сотни уроков географии и кубановедения. Поэтому проведенный впервые фестиваль нацкультур уже точно решено сделать традиционным. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.